Часть вторая Часть вторая А теперь давайте прочитаем инструкцию, что надо для того, чтобы кирпичи можно было создавать Итак, обжиг заключается в постепенном нагревании сердца до температуры от 900 до 1100 градусов по Цельсию Выдержки при этой температуре в течение некоторого времени и постепенном охлаждении обожженного кирпича Я повторяю, постепенном Процесс обжига включает следующие стадии Первое Это подсушка или окур Печь на пару Она ведется при температуре до 120 градусов При этом из сердца удаляется остаточная влага Продолжительность подсушки колеблется от 18 до 48 часов Второе Малый огонь Это печь на дыму Из сердца удаляются химически связанные влага при температуре 600-650 градусов Такой режим продолжается 30-40 часов Третье Большой огонь Печь на взваре Глина спекается в черепок при температуре 900-1100 градусов Продолжительность взвара 30-40 часов Четвертое Выдержка при максимально достигнутой температуре Печь на закале В течение 24-36 часов При этом происходит выравнивание температуры по всему сечению печи И окончательное спекание глины И пятое Остывание кирпича до температуры окружающей среды Продолжительность этой стадии примерно 96-120 часов У нас мозги от прочитанного не загручиваются в бегуди Сопоставляя с масштабами кирпичных шедевров Выкладываемых и 100 лет назад И 300, и 400 Еще раз подчеркну Что качество современного кирпича Во много крат уступает качеству прошлых веков А значит мы пользуемся более примитивными технологиями Нежели это было раньше У нас нет таких знаний Чтобы сделать такой качественный кирпич И это именно сказано для тех Кто решит спорить Что современный кирпич уступает в качестве Только потому что на нем экономят Видите ли Коррупция на дворе Также еще раз подчеркну Что и масштабы кирпичной кладки Во много раз выше в прошлом Нежели сегодня Так что фантастические рассказы Официальных версий Мол, холопы для барина пекли в сарае кирпичи Нас погрузили в морок Для самых умалишенных И мало того, мы этот морок еще и поддерживаем Углубляясь, как говорится, в кучу лжи И веря в нее Нам уже понарассказывали Как форты были Точнее, рыли ручным трудом Оттого искусственные острова С так называемыми крепостями До сих пор не разрушились И водоемы, как под линейку Без разрушений Вообще, зачем вводить общественность В такую баню размышлений И питать их нелепыми объяснениями В любом случае По вышеописанным примерам Мы понимаем, что печь работала Круглосуточно Над конвейерным изготовлением кирпича Количество кирпича создавали намного больше И намного качественней Его нужно было транспортировать Для него нужны были немалые склады Ведь его не одни сутки делают Сюда плюсуем И какие должны быть цементные заводы Хотя Заканчивая кирпича Хотел бы от себя сказать Что Это как минимум Нужно было столько его делать А теперь представим другую сторону Медали Когда у нас есть технологии Скажем так Увеличить скорость Изготовления его в разы Что позволяло бы буквально моментально делать кирпич Согласитесь, что Знания эфира Высочайшие технологии Ну и такие намеки на беспроводную Электрику И вообще никаких проблем С электричеством у нас в прошлом не было И я смею предположить Что в принципе Подобные знания были во всем В том числе и в строительстве Возвращаясь к тексту Прочность цемента До сих пор имеет силу Что тросы рвались При сносе старинных Как я их называю Электростанций Под названием Церковь Масштаб изготовления цемента Таков Что на желтки яиц Мол От этого крепче Спирать уже Не получится А я напомню Что в официальной истории Как бы И Бытовала такая легенда Что в цемент Добавляли Желтки яиц Уместно Уместно также упомянуть Что у современного цемента Прочность заканчивается Через 100 лет А то и меньше То есть технологии Изготовления цемента В прошлом Совершеннее Современных привитинок Это как Говорится И дураку понятно Да вот И дураков у нас Мало оказывается И закончим тем Что кладка Качеством Превосходит Современных мастеров Выкладывали Толщину стен До двух метров Изощряясь Как угодно Кирпичом От арок И потолков До красивых Полов И лестниц Под всеми Городами Руси Километровые Кирпичные Трубы Для подземного Транспорта Что подразумевало Под собою Надо класть Километры Без косяков Бытует версия От Паши Лобанова То бишь От меня Вашего покорного Оратора И Тани Под псевдонимом Cat779 Что кладку Могли выкладывать Промышленные роботы Для кого-то Это может И фантастично Но рассматривая Прошлые механизмы Видя Шагоходы И 250-летнюю Куклу Которая На листе Спокойно И красиво Рисует Собаку Я такие версии Считаю Вполне Уместны Продолжение следует... Продолжение следует...